а здрасте всем друзья привет уленьки и мы вроде как продолжаем играть карьеру на карте севера фриски острова но по сравнению с прошлой частью мы находимся в другом севе и вообще в другой фирме в 19 фирм а все почему а все потому что что-то как того знаете не стоит у меня на 22 ферму и сейчас в этом ролике я хочу друзья объективно сравнить 22 ферму с этой картой и 19 ферму с этой картой выделить все плюсы и минусы обеих игр и вместе с вами решить а где же нам остаться и на какой же карте нам проходить карьеру так что в общем-то погнали посмотрим что к чему вы знаете на самом деле я очень хотел бы снять параллельно вот снимать и рассказывать две игры но steam падла не позволяет мне запустить одновременно две игры и я даже пожертвовал бфп сам каким-то минимальным но увы не могу поэтому все будем делать и смотреть на примере 19 версии более старый и первое конечно что бросается в глаза это конечно графоний на мой лично субъективный взгляд он практически ничем не отличается от 22 то есть 19 22 ничем не отличается но знаете так уж и быть в пользу 22 фермы поставим плюсик потому что но все-таки что-то там переработали опять-таки общаясь с мододелами картостроителями мне говорили что там все-таки terrain как-то получше покраска вся вот это вот покрасивее поэтому поставим плюсик в пользу 22 также друзья из таких вот серьезных отличий это нововведение 22 фермы это новые стадии роста новая механика и вообще она прикручена к сезонам которые в этой самой 22 ферме появились по сути дела механика но понятное дело что да мы играем без сезонов но при игре без сезонов стадии роста опять-таки изменились в 19 ферме как и раньше есть просто цикл роста при быстром росте растений у меня всегда стоит на быстром росте растений по моему один одна стадия роста занимает 5 часов 20 минут то есть каждые 5 часов 20 минут но этот не точная цифра но примерно такая так вот каждый вот этот вот промежуток времени замечательный по всей карте абсолютно сверху вниз обновляются стадии роста это действует и на сорняки и на все посеянные растения то что было посеяно до смены в течение я вот не помню где-то я читал вроде как типа час посеяно до этого смещения она не учитывается а все остальное прорастает переходит на следующую статью также у всех растений 1 одинаковое количество этих самых стадий роста поэтому по сути дела мы вполне себе можем но так как эта игра и делать некоторые такой игровой цикл что мы собираем весь урожай потом 7 весь урожай и примерно в одно и то же время он у нас созревает понятное дело зависит это все от того как быстро мы его посеяли в 22 ферме же все изменилось стадии роста меняются раз в сутки причем у некоторых растений этих стадий роста может быть 78 и так далее то есть независимо от того играете вы сезонными или без для созревания некоторых культур вам придется ждать 8 мать его игровых дней с одной стороны это довольно интересная механика но вот как для меня вот как для человека который пытается создавать какой-никакой но контент по этой игре мне на самом деле очень тяжело даже как-то придумать как правильно действовать как правильно писать сценарий и и чем вообще заниматься без сезонов и лично я в общем то вот этой вот новой механикой не впечатлен и вообще расстроен и не доволен мне она не нравится может быть если бы я играл с сезонами мне бы это все нравилось если бы я не был этим странным ютубером пилищем для вас ролики но увы получилось так как получилось имеем мы то что имеем и в общем то вот эти механики это однозначный лично мое мнение однозначный плюс в пользу 22 фермы также еще одно отличие которым очень сильно хвалились разработчики это новая механика камни которая добавилась в 22 ферме которые влияют на степень износа техники бла-бла-бла и короче работает это не так как задумано и вообще все через жопу и мы даже отключили эту механику в первой серии прохождения потому что идея хорошая реализация никакущая сделано все довольно таки убого камни появляются в определенных местах до их можно собирать но по факту они ни на что не влияют только лишь на покраску техники которую можно в принципе не красить а я бы на самом деле даже толком и и не красил бы если понапортилась поэтому вот в этом сравнении я не могу дать балл не 19 не 22 4 пункт опять-таки новая фишка 22 фермы то что у износа техники есть два параметра первый это покраска а второй это работоспособность в принципе это сделали и придумали разработчики мода сезонов которые делали мод сезонов на 19 ферму мне эта механика нравится я бы с удовольствием чинил технику чтобы она прекрасно работала но не красил знаете вот пошарпанная техника она видно что работает поэтому за эту механику я в общем-то дам один балл 22 ферме далее друзья в 22 ферме также появились новые культуры причем с новыми механиками сбора я говорю про виноград и оливки и да в принципе может быть было бы прикольно здесь этим позаниматься не спорю поэтому еще один балл объективно уходит 22 ферме на этом объективно говоря разницу между этими двумя замечательными играми я не вижу они абсолютно одинаковые знаете я еще на вскидочку дам один балл 22 ферме потому что она новее знаете многие считают новее значит лучше и так уж и быть балл 22 ферма заслуживает далее друзья поговорим о модах на эти самые две версии игры несмотря на то что уже апрель и игра вышла по сути дела полгода назад мне честно говоря некоторых модов которые были на 19 ферму объективно не хватает я правда сейчас вот не могу вспомнить и прикинуть каких мне ни один в голову не лезет но честно говоря такие точно есть все-таки даже на этот сейф который сейчас запустил этих самых модов подключено намного больше чем она 22 единственный мод один единственный который есть на 22 и которого нету в 19 это контракт худ худ который показывает количество активных контрактов вот реально полезная штука почему то его нету для 19 хотя мне кажется механика построить этот самый мод точно такая же но ввиду того что на 19 версию все-таки мода клепаются уже почти четыре года они полгода и как бы больше и тут заслуженный бал уходит в пользу 19 фермы также друзья можно поговорить о прохождении на этой карте может быть когда-нибудь со временем конечно эту самую карту допилят и на 22 ферму но если сравнивать сейчас вот эти вот две версии которые у меня сейчас запущенной которая была в первой серии этого самого прохождения то во первых это переведено на русский да со временем эту переведут на русский но мы-то играем здесь и сейчас я в 1 серии говорил что в принципе это небольшая проблема но если у нас есть выбор то почему бы не пользоваться тем что нравится больше это раз во вторых она более допиленная что ли более законченная и если говорить о каких-либо производствах и производственных цепочках то здесь намного больше выбора чем заниматься здесь прям намного больше выбора прям очень намного больше выбора посмотрите какое мать его количество здесь производств находится да друзья со временем в 22 все это тоже добавят и это все будет работать но это будет со временем плюс друзья здесь есть механика постройки моста на вот этот вот большой остров к этим самым большим полям она правда сделана на глобале и не факт что она добавится в 22 ферма но на данный момент это выглядит довольно таки забавно довольно таки интересно поэтому еще один балл мы добавляем в пользу 19 я думаю это все честно блин какое здоровое поле мы когда-то на этой карте играли в мультиплеере большой бандой и провинившиеся игроки ездили пахать вот это поле полутора метровым плугом на фиатике да для тех кто считает что со мной интересно играть то вот думаете знаете я когда собирался снимать это видео у меня намного больше мыслей было что сказать что это паровозик мне кажется я половину механик этой карты не знаю но это все будем изучать но друзья у меня для вас есть вопрос это вопрос жизни и смерти потому что сейчас будет сделан очень главный такой большой выбор то что очень сильно повлияет на ближайший сезон по ферме в какую же ферму мы с вами будем играть на этой карте в 22 или в 19 новее значит лучше или все-таки нет это философский вопрос я же лично склоняюсь к тому что надо играть в то что вот больше нравится и 19 ферма но знаете ли за все у нас платят спонсоры и поэтому они будут решать так вот да уважаемые спонсорята под этим роликом на бусте напишите пожалуйста комментарий в котором напишите пожалуйста по что мы будем играть дальше по какой ферме у нас будет сезон с картой мы определились тем более я хотел ее пройти на 19 ферме просто руки не доходили и вот сейчас в ожидании нового творения от манускриптов мы можем продолжить здесь так что да жду ваших комментариев а вообще люди пишите в комментарии как вы думаете прав я или не прав и если я не прав напишите почему очень интересно послушать ваше мнение точнее почитать на этом в общем то у меня все всем огромное спасибо за внимание с вами был никита дилой и всем покаки